Он меня, получается, после школы сразу украл, таким образом поженились. На почве алкогольного опьянения часто избивает меня. Это случается и при детях. Согласно результатам исследования за 6 месяцев 2019 года, по статье 75 Кодекса о проступках было начато досудебное производство по 3686 уголовным делам. Семейное насилие – это умышленные действия физического, психологического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежительные отношения, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи. Я искала помощь у его родственников, у своих родственников. Я, получается, до последнего его избиения постоянно терпела. Говорил, чтобы я не обращалась, даже не пыталась обратиться в милицию, так как у него там работает брат, и это все будет зря. Из просмотренных 56 уголовных дел 93% были прекращены судом в связи с примирением сторон. Всего по республике создано 27 центров. Центр оказывает первичную, так скажем, консультационную правовую помощь населению абсолютно на бесплатной основе. В последнее время участились случаи семейного насилия. Часто обращаются и жертвы насилия. Эти центры нужны, особенно в регионах, где необходимо просто повышать правовую грамотность населения. Во время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, увеличились случаи семейного насилия. За три месяца только в Бишкеке заявление о домашнем насилии, по данным Министерства внутренних дел, выросло по сравнению с прошлым годом на 62%. В последнее время у нас очень много случаев обращения со стороны женщин, которые пострадали не обязательно физически, то есть получение телесных каких-то повреждений, но очень много таких латентных обращений в виде экономического насилия, психологического насилия. В предоставлении первичной помощи должны участвовать все государственные органы, местное самоуправление и другие организации, предоставляющие услуги населению. Однако значимую роль в предоставлении всего комплекса правовой помощи лицам, потерпевшим от семейного насилия, играют только адвокаты, имеющие специальные познания в представлении интересов таких лиц в досудебном и судебном производствах. В плане этого проекта им была предоставлена не только юридическая помощь, где участвовали наши адвокаты, в том числе им была оказана медицинская помощь, им была оказана психологическая помощь. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, то есть мы всегда в любое время готовы делиться своим опытом, чтобы это все было во благо нашего общества, во благо наших женщин. Для закрепления материала участниками проекта специально разработан и создан видеокурс судебного заседания, в котором проигрываются роли всех участников процесса действующими адвокатами. Слушается дело по обвинению Ахматова Бакута по статье 75 Кодекса о проступках. Слово предоставляется потерпевшей. 20 октября пришел с работы, опять был выпившим, устроил скандал, меня толкнул, я ударилась об стенку и упала. И после этого он стал меня пинать. Также присутствовали дети, они были напуганы, плакали, кричали. Он ушел из дома и мне пришлось позвонить подруге, вызвать ее к себе. Она пришла, вызвала скорую и меня госпитализировали. Слово предоставляется обвиняемому. Я вернулся домой, вот моя супруга испортила ужин, у нас начался конфликт и не хотел. Я не знал, что так сильно получится, но это как, не то чтобы избивают, просто у нас периодически, как у любой семьи, бывают конфликты. Но то, что как вот в этот раз серьезно оказалось, раньше такого не было. Я раскаиваю. Слово предоставляется адвокату потерпевшей. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, в Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, поступило сообщение о данном преступлении. Моя подзащитная Кунагбаева Асель получила все нужные информации, касаемые ее ситуации. Теперь она знает, что у нее есть право на получение бесплатной гарантированной государством юридической помощи, что может получать все виды медико-санитарной помощи, а также получать социально-психологическую помощь в государственных и муниципальных учреждениях, где могут предоставить безопасное место для нее и для ее детей. Мне пришлось ходатайствовать перед следователем, чтобы была назначена судебно-медицинская экспертиза. Также заявлено ходатайство о назначении комплексной, а именно психолого-психиатрической экспертизы. Мы с потерпевшей Асасель Кунагбаевой подали заявление в отдел ОПСД при УСР о подготовке заключения о жилищно-бытовых условиях детей и об их психологическом состоянии. Слово предоставляется адвокату обвиняемого. Уважаемые участники процесса, по данному делу в пользу своего подзащитного хочу сказать, что при досудебном разбирательстве нами были депонированы показания свидетелей дяди и тети Кунагбаева Арсена и Джаманкулова Айгуль, которые являются дядей и тетей Кунагбаева Асень, нашей потерпевшей, а также показания родного брата Кунагбаева Артура и Кунагбаева Айгуль, которые пояснили о том, что Асель никогда не жаловалась на Ахматова Бакыта и чувствовалась, что она счастлива в браке. А также по материалам уголовного дела видно, что Ахматов Бакыт положительно характеризуется по месту работы, по месту жительства. А также хотелось бы отметить, что Асель нигде не работала, была всегда обеспечена всем необходимым, так как все время обеспечения семьи и детей была на Ахматове Бакыте. Психолог-психиатрическая экспертиза показала, что у Кунагбаева Асель не выявлены нарушения. Ахматов Бакыт сожалеет о случившемся и желает пройти коррекционную программу по изменению насильственного поведения лиц, совершивших семейное насилие. Законом об охране и защите от семейного насилия предусмотрено направление лица, совершившего семейное насилие, на прохождение коррекционной программы. Программа предусматривает обучение таких лиц навыкам адекватной оценки собственного поведения и уважительного отношения к окружающим, развитие и обогащение навыков конструктивного поведения, регуляцию социальных отношений, формирование адекватной самооценки. Прохождение коррекционной программы осуществляется районными отделами Министерства труда и социального развития. При вынесении судебного акта прошу течь, что между моим подзащитным и потерпевшим Ханупай Василь было заключено мировое соглашение о примирении, о том, что мы помирились. Ханупай Василь простил своего супруга и тоже в дальнейшем хотел бы проживать с ним. И прожил данное дело по статье 75 Кодекса проступков прекратить в связи с примирением сторон. Слово предоставляется прокурору. Согласно заключению экспертизы судебно-медицинской, здесь у нее потерпевшим получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки, ушибы внутренних органов. Мы просим принять этого во внимание, уважаемый суд. Адвокаты обвиняемые, говорят, они пришли к мировому соглашению. Поэтому мы против от мирового соглашения и просим не принимать этого во внимание. Согласно статье 75 Кодекса Крыгыской Республики о проступках, за насилие в семье виновные лица наказываются судом или штрафом от 60 до 80 тысяч сомов, или исправительными работами от 4 до 6 месяцев с отчислением из зарплаты от 10 до 20 процентов, или общественными работами от 40 до 60 часов. Слово предоставляется представителю ОПСД. Уважаемый суд, участники судебного процесса, мною представителем ОПСД с выездом по месту проживания обвиняемого покрытого и потерпевшего стель составлен акт жилищно-пытовых условий. Опрошены соседи, опрошены участковые. Признаки физического и психического насилия над детьми присутствуют. Детям напуганы, у детей имеется психическая травма. Детям необходимо пройти обследование у психолога. Кроме этого, нами была подготовлена индивидуальная работа. Поэтому прошу направить обвиняемого на коррекционную программу. Территориальный уполномоченный орган по защите детей имеется в каждом районе. Он осуществляет обеспечение защиты ребенка от всех форм насилия. В том числе его представители участвуют в судах по делам, связанным с воспитанием детей и защитой их прав и законных интересов. Дети считаются пострадавшими от семейного насилия, если даже стали свидетелями семейного насилия. Слово предоставляется эксперту. По постановлению следователя Пермьевского рода, мной проведена судебно-медицинская экспертиза, были проведены судебно-психологи-психиатрическая экспертиза. Оглашаю выводы судебно-медицинской экспертизы. Телесные повреждения, Канакбая Василь, характеризуются ушибами внутренних органов, гематомой на губе, сотрясением головного мозга и оцениваются как причине легкой вреда здоровью, повлекшей кратковременной расстройства здоровья и потери трудоспособности до 21 дня. Выводы комплекса судебно-психолога-психиатрической экспертизы. Обвиняем Акматов и потерпевших Канакбаева признаются дееспособными, вменяемыми на момент совершения события, и они отдавали отчет своим действиям. У обвиняемых Акматова на момент совершения действия вероятно имело место проявление выраженного эмоционального состояния в результате применения алкоголя. Выводы в отношении несчастных детей. Дети отстают от развития, замкнуты, неохотно общаются с людьми, поскольку им испытана психологическая травма из-за постоянных ссор родителей. В случае физического или психологического насилия адвокат должен ходатайствовать в досудебном производстве о проведении судебно-медицинской экспертизы и психолого-психиатрической экспертизы потерпевших. Это позволит закрепить позиции потерпевших от семейного насилия в суде. Слово предоставляется к свидетелю. Она мне позвонила вечером. Такая вся зап... Она плакала. Она была такая угнетенная и попросила меня к себе приехать. Подойти к ней. Я прибежала и увидела ее, что она избита. Суд удаляется в совещательную комнату. Первомайский районный суд города Бишкек признал Акматова-Бакыта виновным в совершении проступка по статье 75 «Насилие в семье» и приговорил к исправительным работам на срок 5 месяцев. Я довольна результатами судебного разбирательства, так как мне удалось сохранить семью, благодаря своим адвокатам, предоставленным Центром координации ГГЮП, и кризисными центрами тоже были предоставлены мне адвокаты. Благодаря их консультациям я поняла, что на сегодняшний день такие жертвы семейного насилия, как я, могут рассчитывать на чью-то помощь. Я узнала, что есть коррекционная программа, где психологи работают с такими семьями, в частности, кто применяет насилие. Благодаря таким программам, благодаря адвокатам, консультациям я многое поняла и считаю, что стало сильнее. Забота и охрана потерпевших от семейного насилия является важной задачей 12 государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации, кризисных центров и иных организаций, а также адвокатуры Кыргызской республики. Один из наших грант-получателей – это Кыргызская ассоциация женских судей. Просто это недостаточно оказать женщинам помощь, юридическую помощь, психологически. Надо одновременно сосредоточиться и улучшать законодательную базу против этого домашнего насилия и взаимодействия между этой неправительственной организацией, частным сектором, простыми гражданами и госорганами, чтобы противостоять, противодействовать домашней насиле. Поэтому мы выбрали такой, это очень-очень уважаемый организаций, как это Ассоциация женских судей. Исследования, проведенные ООО Кыргызская ассоциация женщин-судей, показали, что если потерпевших женщин, детей и других представителей уязвимых групп населения сопровождает адвокат, то их права защищаются лучше, а не получают реальный доступ к судебной защите. В этой связи по делам в отношении семейного насилия адвокат играет ключевую роль в снижении уровня конфликтов в семье, даже если потерпевшие для сохранения семьи не хотят продолжать уголовное преследование членов своих семей. Само наличие законно установленных инструментов защиты от семейного насилия, возможность пострадавшими ими воспользоваться с помощью адвокатов и юристов при широком освещении таких возможностей, сможет сделать наш мир спокойнее и ярче. Субтитры создавал DimaTorzok